итак почему это важно знать но я вам пытался донести да вот это я только что на этот вопрос принципе вам ответил правильно согласны со мной или нет что это важно знать или это ну так поймите еще раз говорю семья еще один тезис это та атмосфера да где рождается личность вот все мы то что приобрели мы откуда приобрели ты семьи наш нрав наше поведение наши болячки проблемы откуда они все наши страхи да когда психолог говорят же детские травмы и так далее откуда они все это имя семьи то есть на от нас зависит каким будет кто наши дети наши дети какие они будут сможем ли мы дать им полноценное воспитание полноту возможную создать гармонию в семье посредством которого взрастет да вот мы как говорят же вот почему теплицу ставит да почему теплицу ставит чтобы создать условия для хороших для то что помидоры огурцы росли да вот так сможем ли мы создать такую теплицу доме домашней очаге чтобы наши дети выросли в гармонии в атмосфере любви гармонии или слушать там постоянные крики ругань далее как вчера вот сестра обращается там говорит трое детей все нормально муж бьет постоянные да и дети уже привыкли настолько что говорят да ты мама сама виновата то есть в чем они видят семье как на основании чего не растут эти дети постоянно ссоры скандалы развод там просят и так далее или цель или дети которые не полноценных семьях живут в любом случае если человек ребенок живет не в полноценной семье в любом случае у нее будет отклонение он в любом случае недополучит либо материнского чего-то либо чего отцовского недополучит в любом случае это потом скажешь на его жизнь то есть если взять его поместить другую атмосферу да другие условия он по-другому выразил поэтому важный этот момент который мы должны понимать осознавать брать на себя ответственность да ответственность за себя за родных облиц за детей которые мы создаем да которые то есть становятся причиной создания поэтому это очень важно почему это важно потому что такая страшная статистика да страшная статистика эта официальная статистика может смотреть Росстат который я вам говорил 491 тысячи разводов брак на 390 тысяч разводов то есть и эта статистика постоянно что делает вот этот график растет она не уменьшается это не была у нас для примера если мы сравним что 40 лет назад сколько было знаете разводов 42 процента да а 70 лет назад было 4 процента вы понимаете к чему это идет какая тенденция поэтому надо задуматься об этом поэтому это важно знать и так как этого избавиться что нужно делать как вы думаете как не попасть под эту статистику раз и как сделать так что наши дети не попали в статистику знание отлично и что еще да действует соответственно сознаниями да правильно то есть и на самом деле сделать акцент на это обратить на это внимание без этого не сможем полноценно сделать понятно да это важно поэтому альхамдулля и давайте возьмем первое правило с вами да который мы сегодня с вами разберем это то что это правило на самом деле самое важное которое мы сегодня с вами возьмем это правило гласит о том то что надо наладить взаимоотношения с нашим творцом если мы наладим отношения с творцом саллах с ванта ля создателем то он исправит наше дело отношения с людьми поймите это это основа этот мир нами был создан или нет а у этого мира есть правило или нет а или кто-то может давайте шире это понятно есть бытовые правила не даже не про это кто-то может ну то есть у нас есть правило физики химии да наук тяготение правило ньютона и так далее то есть выявили правило которое установил кто или люди установили это правило законы семеро тяготение кто установил а или ньютон установил будет такое правило я восстанавливаю да или как мы пришли в этот мир хотим мы не хотим мы живем по определенным правилам или если никто не согласен может просто не дышать сейчас проблем нет остановите свое сердце перестаньте мыслить может кто-нибудь нет это правило которое мы живем мы не можем по другому жить если кто-то готов сказать я без правил живу хочу как хочу так и живу ну попробуй тогда не живи не дыши не спи не кушай в туалет не ходи не можем мы живем в этой мире по определенным правилам хотим мы не хотим мы нас привели в этот мир так или так кто-то нас спрашивал хотим этот мир или нет спрашивали нас какого пола мы будем мужского женского когда мы родиться должны какой семье какой нации кто-то забирал поднимите я убирал я буду татарина там есть такие или нет вот на самом деле задумайтесь нас в этот мир привели без нашей доброй воли вообще мы вообще не убирали ничего абсолютно так или так и привели определенное правило здесь такая правило поэтому правило ты должен жить если ты будешь так жить ты обретешь счастье и успех если ты будешь жить по-другому проблем нет но у тебя будут проблемы несчастье и так далее понятно да вот самый главный который мы должны понять на основании этого мы должны действовать если мы это поймем что есть правило определенное что мы тогда мы преуспеем вот например то же самое может привести мы выезжаем на дорогу у нас есть как сказали правила дорожного движения кто эти правила придумал мы с вами или нет мы придумываем правила на красный свет приезжать нельзя зеленый кто-то из вас придумал может кто-то участвовал в законопроекции а но делали люди да я к чему это говорю и мы знаем что если ты нас обучает если ты ездишь по этим правилам то у тебя иншаллах будет безопасная езда правильно же если нарушаешь эти правила едешь на красный свет что стало произойдет авария правильно же или там где не положено обогнал выехал так далее ты ну подвергаешься большому риску здесь тоже самое вот правила жизни они об этом и гласят берешь правильные причины для своего счастья обретаешь благо счастья не берешь ты правильные причины ну сам виноват например то же самое питание питаешься чем попало да не смотришь за своим здоровьем что происходит конечном итоге заболел так или так или не смотришь за своим здоровьем или наоборот правильно питаешься смотришь за своим телом у тебя здоровое тело машину элементарно мы тоже это понимаем нам сказал да производители кто производит машину что вам каждые десять тысяч надо что делать менять масло делать то правильно делаем или нет да ерунда все это чушь такие слышали таких людей ну и такие есть но это мало так или у тебя застучал какая-нибудь деталь в колесе у кого машина есть да что мы делаем едем сразу сервис га ерунда пускай стучит и все ничего не будет да понимаешь что сейчас она ты не не сделаешь то что произойдет колесо оторвется у тебя просто на дороге денти все мы же вот эти вещи понимаем здесь и то же самое это касается нашего вообще всего мира это тоже самое просто я такие примеры привел этого мира если мы следуем правилам тогда аллах дает нам да наш создатель дает нам благо успех если мы не идем этим правилами но получаем то что получаем понимаете это важный момент который мы хотим объяснить поэтому надо простое понять один важный момент вот тоже хотел сказать да что взаимоотношение нашей семье это является чем поклонение это важный момент мысль который хотел донести что означает это как вы думаете да а как понять причем тут имеет отношения на причем нет причем поклонение это все слова и дела которые доволен аллах а причем это отношение между мужем и женой или недовольны или что почему только недовольны может быть какими словами этими наоборот довольны может быть что столько недовольны если ты может сказали что лучше зато лучше всех относится своей семье значит аллах хочет чтобы мы хорошо относились своей семье побуждает нас к этому да ваше рахунна бельма ров относитесь ним наилучшим образом говорит аллах в куране это приказ аллаха и так далее другие есть контексты куран и сунны которые указаны на то что аллах доволен нами если мы в семейных отношениях строим хорошие здоровые отношения правильно поэтому мы должны относиться к твое общение к женой с мужем что это поклонение почему это полезно потому что ты будешь понимать осознавать то что если у тебя мы же как вот обычно там да ну надоел мне этот уже там муж да там жена ворчит пилит и пилит меня постоянно надоел уже да мы же так же мы бываем часто относимся но если ты понимаешь да че я еще должен делать ей что-то там да я им еще готовить буду что-то да пошел он да там ну вот так вот есть отношения или нет или бывает такое отношение или тебе не охотничать покупать я буду ничего не буду покупать платье опять 700 да 725 ничего не буду покупать но если мы будем понимать вот это важная мысль что это является чем поклонение который доволен аллах ты получаешь за это аджар награду зарплату а что как зарплату да получаешь в твой райский банковский счет ты получаешь за это дивиденды за то что ты поклоняешься аллах мы же поклоняемся аллах мы получаем за это что награду правильно же даже тебе можете не охота да кому охота нам оставать идти еще мечеть тем более а есть такие что каждый день особенно летом когда рано или еще что то мы же не делаем но делаем это ради аллаха даже если что-то не охота получать награду или на работу каждый раз нам охота идти на работу что ли почему на работу ходим а деньги так или так просто за денег нам не охота но мы стоим утром идем пахать там что-то делать деньги нужны здесь то же самое мы поклоняемся аллах зачем одна из причин потому что мы хотим награды рай хотим получить правильно в конечном итоге и здесь то же самое ты относишься к своей жене или к мужу понимая что в этом будет что награда довольства аллах сфан таля вот представьте вот даже только сейчас интерес к примеру каждый раз если ты хорошо относился бы к жене или наоборот жена к мужу вам бы платили бы а реальными деньгами а что было бы вот как вот ты улыбнулся же не молодец соточка а жена приготовила встречу с мужем да молодец еще на пятьсот рублей там тысяча как бы мы делали это делали бы вот лучше больше вы делали нет да с удовольствием делали давай еще тысячиночку а что надо сделать еще что надо сделать еще как лучше относиться да еще как можно работать мы бы относились так это почему потому что мы существа материального мира да мы потрогать нам надо просто надо осознать что аллах сфан таля дает намного больше раз во вторых это просто мы не видим но записывается в райский банковский счет что есть у нас каждый счет это райский банковский да который посредством который ты попадешь в рай или нет если мы увидели ощущали бы да как бы приходил о упало да там например да денежка да там увидели бы счет тогда конечно бы в другом относились бы но это так сто процентов так сто процентов так за хорошее отношение к жене за улыбку даже то же самое или наоборот жене к мужу вы получаете награду мы получаем награду реальную зарплату просто мы это как бы не видим но это обещание Аллах вот это важная мысль которую мы должны понимать если я вот эту мысль уже давно хочу транслирую да если мы поменяем отношения к своей жене к своему мужу и пройдем это в поклонение действительно изменится наше отношение или нет а вот как вы считаете изменится мы же не или как вот или так же останется на таком же уровне одна только вот эта мысль что моя жена мой муж или мои дети являются инструментом моего заработка да моя работа я буду относиться к ним уже наилучшим образом то есть это то что доволен Аллах я ищу довольство Аллах я зарабатываю деньги вот эта мысль которая одна может вообще вашу вот если вы идете с этой мыслью семинары уже очень много сделать в своей семье потому что все строится с мыслью все строится на смысле хорошо хорошо спасибо 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 спасибо